В Балаковском районе реализуется проект «Точки роста». Чтобы ученики сельских школ имели возможность получать знания в современных условиях, в образовательных учреждениях создают специальные центры. В этом году в Балаковском районе их будет оборудовано три. И рассчитано на то, что дети из других сел и учителя из других сел взаимодействия, поскольку у нас 12 школьных маршрутов, у нас нет ни одного села, которое будет не охвачено. То есть на три года рассчитана эта программа, за три года у нас будет 9 таких точек роста. Рассчитаны они, и когда мы смотрели, где расположить эти точки роста, мы учитывали и школьные маршруты, чтобы абсолютно каждый ребенок, потому что школы, конечно, разные, где-то есть совсем мало детей, где-то есть побольше, но в любом случае, чтобы везде мог осуществляться подвоз. Детей подвозим в эти точки роста, они проводят свою работу, причем привозить сюда могут в любое время, хоть каждый день. Ребята будут использовать новые возможности точек роста как в учебе, так и в дополнительном образовании. В ходе реализации проекта для трех школ были закуплены конструкторы, квадрокоптеры, фотоаппараты, манекены для демонстрации способов оказания первой медицинской помощи, компьютеры, шахматы. Все это может быть использовано для проведения исследований и подготовки проектных работ. Полностью для этого кабинета, 100% мы установили новую мебель, вот вы сейчас ее видите, да? Ну, в принципе, мы готовы начать заниматься, кажется, с 1 сентября. Сейчас вот уже начали готовить программу для учебной части, вот нашей. Учителя, значит, технологии уже ездили у нас в город Пензу, прошли обучение. Сейчас, значит, у нее еще обучение будет идти по дистанционно, это тоже обязательно входит. Подготовку для работы в точках роста прошли учителя информатики, УБЖ и технологии. Это три ключевых педагога в каждой школе, участвующие в проекте. Одно из сел, где реализуется проект – Маянга. В школе здесь обучаются более 130 учеников. Некоторые из них приезжают на уроки из Малой Быковки и Еланки. Все они смогут бесплатно получать знания в точках роста. Ну, это, конечно, востребовано. У нас время сейчас такое, которое действительно надо идти в ногу со временем, потому что интересы у детей меняются, интересы, соответственно, и в обществе у нас тоже меняются, и приоритеты меняются. Детишки свои часы здесь в школе будут заниматься в первую смену, после обеда, по доп. образованием. Наши детишки будут 100% охвачены по интересам, потому что программы готовятся. И сюда также будет производиться подвоз из ближайших школ – и Плеханы, и Еланка, и Зорки, Новополеводинские. То есть вот это наше направление. Наумовка – все, конечно, к нам будут приезжать и, соответственно, проходить обучение. В кормёжке точка роста откроется к 20 сентября. Сейчас здесь сделан ремонт в серых тонах, как требуется по проекту. Проводится монтаж оборудования. Дети, конечно, ждут с нетерпением. Они уже у нас приходят в центр, смотрят, что новые привезли. Это очень интересно. Начиная с первого класса и у нас по девятый класс все. То есть начальная группа будет отдельная и основная. Мир современный, всё-таки мы в этом живём, сами в этом непосредственно всегда участвуем. И думаю, что наши молодые педагоги, они справятся, конечно же, и подхватят всё это в свои руки. И я думаю, что будет всё реализовываться так, как мы запланировали. Конечно, для современного обучения необходим хороший интернет. Поэтому в школы провели оптоволоконную сеть. Далее – это уже задача, конечно, нашего будет муниципалитета. Если не будет каких-то моментов хватать, то есть проводить какие-то совместные конференции, какие-то совместные мероприятия в дистанционном режиме, естественно, что такое оборудование будет докупаться. То есть это будет уже в плановом режиме, когда у нас будут функционировать все точки роста. Мы увидим, как это будет работать и посмотрим, что нам ещё необходимо. Сейчас ещё никто, ни педагоги, ни руководство школ толком не понимают, как будут развиваться точки роста и что в итоге из этого получится. Конечно, многое будет зависеть от учителей. Смогут ли они увлечь сельских ребят и сориентировать их на получение знаний. Поэтому и были выбраны в качестве наставников молодые педагоги, которые сами готовы учиться и передавать свои навыки ученикам. Идея точек роста хорошая, но как она будет реализована на местах, увидим примерно через год.